всем привет как вы поняли у нас сегодня на распаковочке будет телефон и так шел нам 30 дней стоимость его 5268 рублей и первое что я хочу заметить упаковка посылки ну просто ужасно так как можно было так запаковать просто обернуть никакой защиты ничего нету я вообще поражаюсь как он пришел целый вроде не разбито ничего бывали такие посылки приходили что страшно смотреть это там защита все так и так что у нас здесь пусто пришел нам кубок нот с бюджетники телефончик продавец положил его в чехле какой он запечатанный выбирался он как нужен был большой экран и чтоб цена была дешевая вот 5 и 5 дюймов довольно таки массивный телефон чехол такой торчащий так мы посмотрим тамара батарейка заклеены да давайте покоснем сразу скажу что мне в нем не нравится нравится мне в нем то что он не поддерживает 4g сети нет у него индикатора уведомлений два косяка который мне в нем не устраивают так а плюс его большой того что него батарейка на 4000 миллиампер даже там 4 150 массивная батарея это расклею также что в телефоне он поддерживает две sim-карты микро micro sd производитель по моему заявляет что до 32 гигабайт флешками поддерживает по камере камера у него 8 мегапиксель задняя 5 передняя ну это с интерполяция то есть получается 2 и 5 сразу же пленочка приклеена на экран это клей по моему ладно пока он грузится давайте комплектацию что с ним еще идет все есть кроме кроме нашего языка книжечка так кабелек идет зарядка micro sd какой блять не крызди микро sd все микро так и блочок не поддерживает он быструю зарядку заряжается он 1 ампер то есть где-то у нас будет заряжаться полная зарядка чуть более 4 часа так так посмотрим русский язык должен быть русский есть у нас так ну что у нас по дисплейчику дисплейчик 5 и 5 дюймов разрешение 1280 на 720 так андрюша андрюша сейчас посмотрим что по телефону еще скажет так android 6 0 у нас и давайте еще звук проверим где у нас звуки как он на динамик ухо рет так 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 Так, вибрации, вибрации, а где у нас рингтоны? Честно кажется, что он будет хрипеть на максимальных. Давайте посмотрим, что он примерно может. Так, автофокус у него что? Автофокус присутствует. В принципе, довольно-таки читаемо. Так, ну давайте откроем другую еще посылочку. Это что-то я не то взял. Откроем чехольчик к нему. Так же, чехол заказывался одновременно, но шел он 35 дней, стоимость его 160 рублей. Ну да, пластиковый лампер. Качество так себе. Приходили лучше чехлы. Заклеиваем. Посмотрим, как он ляжет. Так, установил я Antutu. Ну, как смотрите, показатель у него не самый айс. В рейтинге мы находимся в самом-самом конце. То есть, то, что показывает Antutu 24 тысячи с половиной. Так, ну информацию по телефончику более подробно, что еще можно сказать. То есть, смотрите сами. Разрешение такой. Плотность, кстати, была указана 480 dpi. Камера 8.5. Кстати, поделали фотки. Камера не айс. Так, что-то где-то запечатлеть, как память пойдет. Телефончик брался вообще на замену старому Sony Ericsson. У которого 512 оперативка и Android 2.3. Так что, в принципе... А, вот, MTK 6580, 32 бита, 4 ядра по 1.3. Графический ускоритель Mali-400. Как бы в игре все равно сильно играться никто не собирается на нем. Больше он нужен для того, чтобы просто лазить в интернете. Итак, попользовался этим телефончиком. Что можно сказать в целом? Со своими задачами, которые ему были поставлены, он в принципе справляется хорошо. Нареканий как бы нету. Ой, что могу сказать? Ужасная, просто ужасная в нем камера. Можно сказать, что просто бы лучше ее не ставили. Как бы она... Фокус ее как пьяная снимает. Честное слово. Все плывет. Все непонятно, что куда. Как бы это... Вот это минус. Телефон однозначно. По батарее. Блин, ну сколько не заряжал? 4000 я не смог с него выбить. То 3600. То 200 с чем-то. Единственное, батарея у него тоже живет своей жизнью. То есть проценты, как хотят, так и показывают. Может на 7% замереть и стоять полдня спокойно. Также может разрядиться быстро. Поэтому батарея, можно сказать, неуловимая здесь. Работа двух симок. В принципе, спокойно все. За вот эти 20 дней, что прошло, у него... Ну ни одного глюка он так и не поймал. Ничего нигде не зависло. Как бы и ребенок в игрушки играет, бегает. Все хорошо. Что еще могу сказать по нему? Ну, грубо говоря, даже тот же асфальт восьмой. На средних потянул. Спокойно играется. Хоть там и показали тесты, что они на 23000. Также упала цена. В принципе, на него еще на рублей 350. Где-то так. На данный момент он, по-моему, стоит 4930. В момент заказа было сумму где-то там указал. Уже не помню точную. В приложениях все нормально. Что еще можно сказать по нему? Экран довольно-таки яркий. Приходится даже убавлять. Так что подведем итог. Покупкой совершенно довольны. То, что от него хотели, в принципе, все выдает. Все замечательно. Так что, как бы данный телефончик, если вам не так сильно важна камера, в принципе, советую. Ничего плохого по нему вообще сказать не могу. Удобный. Хороший. Так что, всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!